Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, видишь ли, в чём дело? Рисовать-то я, как известно, не умею И никогда этому не учился И учиться не собирался Хотя с детства хотел быть художником Но сначала стал рок-музыкантом Вот Манера... Да нет, слушай, я её все не придумывал Я ничего не сочинял Вот взял... Стория была очень простая Я уволился с работы однажды Мне был 31 год Потому что меня всё заебало Я работал, не знаю, в галерее в антикварной Да, там, вот И вообще-то сказать Занимался всяким таким Около антикварной И всякой хуйней Однажды меня всё заебало И всё от меня тоже заебал И, короче, в общем Ушёл я оттуда нахер У меня в кармане было 150 долларов За вычетом всех моих долгов И, значит, пизду куда хочешь И вспомнил я, что с детства Я хотел быть художником Так как я по-первыхому образованию инженеров Я пошёл в магазин Ну, это всё, естественно, заняв денег в долг Купил методичку Как писать маслом Ну, потому что подход должен быть правильный Научный, так сказать Значит, соответственно, бату И всё И сел рисовать Через пять лет я высказался в Критиков Нет путей сообщения Я железнодорожный У меня даже Такую, скажу страшную вещь Один человек из РЖД Не бедный У меня просто в своё время Железную дорогу скупал Вот всё, что я делал То есть я так Неплохо жил, как настоящий Коммерческий художник То есть работал Вот, так сказать Конкретно, можно сказать На заказ Кстати, я никогда этого не студент И считал себя Человеком-художником Коммерчески ориентированным Ну, как попал Получил однажды письмо Что некоторые граждане Оттуда интересуются Такой моей деятельностью А нас на тот момент Был целое объединение ПВХ Просто великие художники Четыре человека Я, Боря Акимов Порфирий Федорин Олег Сей Сергеев Ну и как в общем Прилет И нам сделать Там какой-нибудь проект Какой-нибудь Мочнейший И В общем В рамках Начи-музе Ну мы сделали раз Через год Еще раз Ну то есть В принципе Можешь сказать Это успех Да там Ну и все И на этом Как бы Все закончилось Объединение Потихонечку Разбежался Потому что художники Они по натуре Свои индивидуалисты Вот Им трудно работать В коллективе И это нормально Вот Сейчас мы немножечко Все сами по себе Да и слава богу Вот Боря занялся Окончательно Лавкой Леха рисует Порфирий Переехал в Питер Тоже рисует Недавно Выставил Саварарки У него Сольная Выставка Я помню Я помню Как мы встретили Очень смешной Момент Я тогда там Развозил У них харчи И ты мне сказал Давайте лучше без дачи А то я не хочу Ставить себя И вас В неловкое положение Ну Действительно Миндель Вызывать Всякого Кто Не пытается Дать Чаевой Ну Логично Да Именно так и было Нет На самом деле Рисовать Занялся И Стала Ну И как Тискать А честно Горя Живу С этого Не странно Не парадоксально То есть Это в принципе Как бы Вот Это Это Меня Кормит Потому Что Я уже Практически Не работаю Нигде Кроме Как Времушный Но Чем Я Завязываюсь Времушный Я там Работаю Виктором Пузо То есть Я делаю Выставки Торгую Ебалом Как Говорится И В общем И даже Получает Зарплат Вот Даже Туда Рапичку Мне Там Лежат Есть Это Я Абсолютно Я Достаточно Много Вообще Эта Система Поварился Там Поработал Посмотрел Я же Говорю Я до Этого Работал Там Антикварной Галереи И Как Б Все Ты Видел Вообще Хотелось Наверное Иметь Такого Манагера Который Будет Заниматься Своими Ебанными Продажами И Грамотно Тебя Пристраивать Но С другой Страны Но Это Знаешь Что Такой Шоу Бизнес Вот А Я Все Так Немножечко Такой Андеграунд И Поэтому Все Делаю Сам Зато Делиться Ни с кем Не надо Тоже Удобно Я Не Вынужден Подстраиваться Мне Не Говорят Фразы Слушай Видит Ну Тут Немножко На Горно Наступи Своя Сильно Небогоугодном Заведении Я Скал Ну Слава Богу Это Не Был Никакой Ни Мой Куратор Ни Мой Менеджер И Я Так Вежливо 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 Послал Подальше Потому Что Говорят Ну Зашквар Такой Серьезный Что Понимаете Получить Бабок Через Год Они У меня Кончат А Пидорасом Я Буду За Гробовой Доски Ну Нах Мне Пиарить И Общаться С людьми Которые Что-то Хотят Купить Или Например Заказчик Заказывают Копии Или Наоборот В каком Сюжету Мне Не Жалко Я Делаю Я Я Считаю Нормальная Фармическая Работа Ничего Не Бывает Совсем Не Интересный Момент Я Вежливо Так Это Отказываешь Говорю Не Ребят Не Мое И Например Даю Телефон Коменки Своих Знакомых Художников Они Отлично Нарисуют Я Распиздяю Такой Что Честно Говоря Сам Думаю Наверное Может Хорошо Был Каталог Ну Блядь Теперь Это Все Перелопатить У меня Конечно Все Работы Отфотографированы Разного Уровня Качества Фотографии То есть Хайрест Есть Только Дело Что Фотографирую Котину Это Такая Отдельная Фотографическая Наука Грамотный Свет Совершенно Верно И Все Такой Естественно Я Снимал Левый Нагод Потому Что Пьяный Был Честно Говорим Ну Какой Жопа Фотограф У У У У У У У У У Старый Как Мне Однажды Объяснили В Этой Жизни Вот Что Я Жидовская Морда Так Я Стал Евреем Вот Поэтому Я Не Считаю Совершенно Страдатель Русский Народ И Как Себя Его Частью Понимаешь Я Все Так Сны Вижу На Русском Языке Читаю Тоже По Русски Пишу По Русски Вот Поэтому Я Читаю Русским Так По Моему Никаких Страданий Нет У Моих Картинах Русского Народа А Есть Только Исключительно Мои Личные Переживания И Всякое Ироническое На Тему Ну Ты знаешь Я Вообще Об Этому Не Думаю Нет Я Конечно Знаю Что Я Весь Охуительный Но Нет Конечно Ни О чем Я Не Думаю У У У У У У У У Создаю Наверное Новый Фольклор Да Нет Нихера Его Не Создаю Отсоба Все Это В Народ Не Пошло Про Таких Как Я Говорят Широко Известные В Очень Узких Кругах Поэтому Даже Мысли Таких Глуп Не В Сумса Художничка Все Они Ближе Да Я Даже Не Знаю Честно Горят Знаешь Как Ни Странно Я Практически Не Интересую Современным Искусством Не Модерн Арт Не Контемпор Я Конечно Знаком С кучей Народу Оттуда У меня Есть Друзья Там Оттуда Хорошие Приятия Вот По Кому Мне Вообще Мой Сосер Тут Живет В Беляева Гинтов Бренды Типа Эрика Булатова Это Общее Место Как Лид Зепелин Давайте Поговорим О Хард Друге Ну Ёбаный На 2001 2016 Год Ну Вась Ложкин Вот Создает Фольклор Прекрасно Чувак Дружу С ним И Познакомились Еще Тогда Когда Его Знать Никто Не Знал Вот Вась Ложкин Да Вот Очень Даже Хороший Но Вась Ложкин Это Уже Тоже Общее Место Потому Что Он Настолько Популярен Стал Как Лид Зепелин Его Даже Как Обсуждать Или Хвалить Уже Как Немножко Неудобно Можно Так Ну Вась Уже Сам Стал И Я За Него На Сам Деле Рад Что У Нем Все Хорошо Получается Потому Что Парень Совершенно Явно Не Наступая На Горно Себе Хуя Хочется И При этом Востребованный Потому Что Продастся Очень Легко Продаются Не По Рубле Продаются Копеечки Как Говорит Первый Раз Не Пидарас А Потом Понеслось Поэтому Я С одной Страны Так Блес Немножко В Эстеблишмент А С другой Страны В общем То Остался Ну Как Б При Своих Аккордах Я Ленивая Тварь Вот Мне Сейчас Заказали Картину Я Уже Четвертый Месяц Не Могу Доделал Вот Третий День Я Пытаюсь Подойти К Мольберту Вот Мольберту Стоит Я Пытаюсь Там Гора Холстов Идея Дохера Наброс Навал У меня Три Дня Не Могу Подойти Потому Что У меня То Деват Я Забухал То То Баду У нас Буду Наработ Вообще Не Уносимо Вот Сейчас Похмелюсь Мостер Взял Не Я Не Считаю себя Плодовитым У меня Не Так Я Ленивый На самом Можно Был Гораздо Больше И Интереснее Но Я Ленивая Скотина Правда Я Очень Ленюсь Честно У меня Сюжет Это Повод Для Размазывания Краски По Холсту Мне Интересует Только Цвет Честно А Сюжет И Смешная Надпись Это А сюжет И Надпись Это Повод Сделать Картину Вот Я Не Умею Делать Абстрактные Работы Потому Что Абстрактная Живопись Это Очень Сложная Вещь Чтобы Делать Круто Нужно Тупо Уметь Рисовать Академически Я Этого Не Умею Поэтому Я Не Лежу Абстрактную Живопись Потому Что Своим Кудшим Умешком Понимаю Куда Ты Дурак Прешь Там Все Серьезно Но Это Для Обывателя Обычного Который Кроме Реализма Ничего Не Понимает И То Не Врубается Кажется Абстрактная Хуйня Нет Это Очень Сложно Я Как На Марке Ротка Я Был На Выставке Я Чисто Горя Не Ожидал Как Это Пиздец Цветовой Я Чуть Сума Не Сошел Вот Как Сильные Вечи У меня Кишка Танкая Естественно Даже Близко К К Подойти Поэтому Я Чтобы Размазывать Краску Похолстой И Выглядит При этом Может быть Дурачком Таким Который Пытается Абстракцией Делать Я Придумаю Какие Сюжеты Ну Как Правило Это Пьющие Люди Да У меня Че Болит А Том Поет Я Очень Стараюсь Я Упиваю Сейчас По Возможности Не Больше Двухсот Пятидесяти Грамм В день Коньячка Или Виски Они Раньше Полторы Бутылки В сутки А то и Две Водки У меня был Жуткий Период Я Попивал Примерно Пять Минимум Бутылок Водки В неделю Это Минимальная Цифра Была И так Последние Лет Пятнадцать У меня Было Пока Меня Не Тряхануло Сильно Да У меня Диагноз Я же Это Оказывается Призадумался Правильно Я живу Самое Смешное Прошел Техосмотр И У меня Даже Печень Норма Вот Это Меня Очень Девело Потому Что Все Так Ну Лет Двадцать Пять Я Керосину Так Квотненько Из них Двадцать Лет Сижу На Спиртах Вот Да Вот Мне Так И говорят Ты Морда Жидовская Да И Хрен Тебя Это Самое Так Просто Подохнешь Никак Не Вопрос Будет Кем Я Больше Чувствую Художником Или Музыкантов Слушай Игра Правда Не знаю Вообще Не думаю Знаешь У меня Думал Как Правило Отключена Я Видимо Какой То Не Очень Правильный Еврей Потому Что У Меня Часто Говорят Меня Кроме Эмоций Нихуя Не Интересует То Я Даже Когда Бум Чего На Тебе Хуярить С Лэпом Это Все Для Детей Вот Они Пусть Развлекаются А я Старый Дед Не Не Надо Вот Я Хуярю Две Три Ноты Главное Громко Главное Громко Максимально Насколько Это Возможно Рок Музыка Громкая Мне Тут Замечание Сделали На Концерте Значит 30 Лет Новым Был Вот Клуб Театр Аппарат Позволяет Там был Охуенный Выше Меня Ростом То есть Нормальный Такой Там Блинов Навалом Отрыв Вот И вот Мне Значит Это Сразу По Яйцам 21 Века Мне Потом Рассказали Знакомый Звукачика Такой Мода Такая Европейская Очень Играть Очень Четко Аккуратно И негромко Артикуляция Есть Но При этом Яйца Отваливаться Рок Музыку Играть Тихо Объясите Мне Дебилу Да Рок Музыка Это Тупая Животная Срань И он Играть Громко Это Музыка Низменных Инстинктов Как она Должна Чем Тупее Чем Лучше Главное Громко А то Говорят Тихо Это Вот Я Охуел Это 21 Я Вроде Так Вы Так Херовые Наркотики Так Херовый Подход Вообще Крок Это Пиздец Да Вот Громко Насчет Трясуешь Не знаю Честно Говоря Я В том Анекдоте Дяденька Я Сварщик Ненастоящий Честно Я не считал Ся художником Для меня Всегда Это Был Какой-то Прикол Называть Ся художником И шутка Такая Ну Какой Я В жопу Художник Есть Только В широком Смысле Слово Как Это Когда Мне Говорят Снимался Я Очередной Раз Угай Германики В Каком-то Танкине Потому Что Деньги Нужны Всегда Вот И Значит Кто-то Мне Скал Говорит Витя Ну Давай Еще раз Ты же Актер Я Не Актер Я Артист Вот То есть Как В чем Разница Очень Большая Актер Что-то Играет Артист Сам Есть Искусство Вот И Все То Я Выражаюсь Пафосно Вот Я Назовю А В принципе Рисую Я Криво Играю Или Там Не Знаете Бухаю В принципе Это Ну Одного Порядка Вещи Люблю Краски Размазывать Хотя При этом Как Рук Музык Я Начал Играть Как Все Нормальные Советские Подростки Как Положено Едва Заканчивая Школу А Вот Рисовать Начал Я Через Дохуя Позже Вот Но Почему То Больше Повезло На Невежи Повеси Рук Музыка Я Нечасто Хорошо Но Редко Потому Что Гастроли Я Ненавижу В Москве Мы Собираемся Тем же Прохором Но Мы Не Можем Тут Лупить Каждый Месяц Потому Что Одно И Тоже А Вот Жип Вдруг Неожиданно Стал Кормить Я Так Удивился Я Помню У меня Когда Первая Жизнь Купили Картину За Полторы Тысячи Долларов Ко Мне Нет Ну Да Приехал Человек Нет Он Сначала Нет Купил Несколько Чего Тысячи Тоже На Полторы А Я Настолько Того Сидел В Жопе Я Еще Без Работа Остался В Очередной Раз Нормально И Что Ты Знаешь Денег Не Был Даже Пивка Купить И Вот Он Приходит Оставляет Так Уврач Котлет Эти 100 Бакс Котлет Там Штук 15 Заплатил Мне По 200 Баксов За Каждую Картоночку И Увелся Это Все Я Реально У меня Был Такой Внутри Конфликт Что Я Хорошо Дел Потом Привык Потом Понравилось Потом Начались Первые Круги Крупная Продажа Четверть Миллиона Не Долларов Рублей Но Не Важно Приятно Я Жил На Эти Бабки Спокойно Три Месяца Пьянство И Мазюка Чувство Саноиронии Хотя Я Периодически Теряю Ну Потому Что Вечно Пьяный Иногда Это Забываться Немножко Разбалован Излишнего Внимания На улицах Узнают Там Что Такое И Иногда Начинаю Посерьезки Как-то Слабачив Сраться Так Стоп Ведь Ты Че Попустить Вообще Ты Забыл Откуда Ты Ты Прикал Ты Ненастоящий Свар Ну Вот Это Как Большим Помогает Хоть Как Говорю Эмми Пить Надо Как Можно Больше Это Повышает Чувство Юмора Вот Секс Ну А Как же Цвета Ты Есть Секс Буйство Красок Это Жесть Собственно Емли Вообще Страшная Лютая До Визга До Поросящего Вот И Да Хотя Как Говорится Тут Знаешь Тут Тоже Пал К Концах Его Как Говорится Тот Буколки Дружин Тому Хуй Не Нужен Ну Какой У него Там Секс В Работах Может Быть Если Он Там Бухает У Него Другой Но Я Не Знаю Я Считаю Что Наверное Есть Хотя Потому Что Нет